МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неправильное расположение транспортных средств на дороге. Сегодня в программе. Дорожная сводка. Статистика дорожно-транспортных происшествий за минувшую неделю. Что значит неправильное расположение транспортного средства на дороге? Какую дистанцию необходимо соблюдать и как проезжать нерегулируемые перекрестки. С 4 по 10 сентября на дорогах Иркутска и Иркутского района зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. 27 взрослых и четверо детей пострадали. Всего за минувшую неделю произошло 239 автоаварий. 449 транспортных средств повреждено. В Нижнеудинском районе произошло столкновение фуры и Мазды. В результате ДТП 63-летний водитель легковушки скончался на месте. В Осинском районе 15-летний мотоциклист, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с экскаватором-погрузчиком, в результате чего подросток погиб на месте до приезда скорой помощи. В Иркутском районе нетрезвая 36-летняя автоледи, не справившись с управлением, въехала в дорожное ограждение. В момент аварии в авто находилось трое взрослых и трое детей 4, 7 и 13 лет. Все они были не пристегнуты. В итоге пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь. По фактам всех ДТП полицейские выясняют причины и условия происшествий. Внимательность водителей, соблюдение ПДД и правильное расположение транспорта на дороге обеспечит безопасность вам и вашим пассажирам. Что значит неправильное расположение ТС на дороге? Какую дистанцию должны соблюдать водители и как проезжать нерегулируемые перекрестки? Об этом мы поговорим с инспектором отделения пропаганды УГИБДД ГУМВД России по Иркутской области капитаном полиции Светланы Павликовой. Светлана Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько ДТП с начала года произошло из-за неправильного расположения транспортных средств на дороге? Только с пострадавшими таких дорожно-транспортных происшествий на территории Иркутской области 353, в которых 39 человек погибло и более 400 получили различные травмы. Если говорить о ДТП с материальным ущербом, то это больше тысячи. А что вообще принято понимать под неправильным расположением транспортного средства? Это нарушение включает в себя разные нарушения правил дорожного движения. То есть это в целом движение транспортного средства с нарушением правил дорожного движения. В том числе это движение не по той полосе. Ну то есть если просто, то это когда водитель едет не там, где положено, не так, как положено. То есть занимает неверное расположение своего транспортного средства на проезжей части. То есть если коротко. В целом ПДД подразумевает ряд таких нарушений, которые можно отнести к именно неправильному расположению. Ну исходя из вашей практики, как и где чаще нарушают водители? Чаще на дорогах, где нет разметки и знаков, тех же знаков приоритета. Например, когда вроде как знаки приоритета водитель знает, разметку знает, как действовать в этой ситуации он умеет. А если ни знаков, ни разметки нет, он уже теряется. И тогда дорожно-транспортное происшествие происходит чаще. В целом это такой вид ДТП, который мы наблюдаем все-таки в городской среде, нежели на дорогах за городом, на трассах и автодорогах вне населенных пунктов. Там, конечно, такие нарушения, как выезд на полосу стричного движения, там где обгон запрещен. То есть и превышение скоростного режима. То, что касается расположения ТС на проезжей части, такие как интервал боковой или дистанция, да, или поворот не той полосы, которая предназначена для поворота. Это все-таки в городе чаще случается. Кстати говоря, о дистанции. Какую дистанцию правильно соблюдать летом, а какую зимой? В правилах дорожного движения, к сожалению, все отдано на откуп водителя. То есть это его ответственность. Здесь четко не прописана какая-то определенная дистанция, потому что она, как раз таки, как вы сказали, зависит от разных факторов. В том числе и летом, и зимой это будут различные дистанции. Зимой в дождливую погоду дистанция должна быть увеличена. Есть такое негласное правило, делим скорость пополам. То есть многие водители этим пользуются, многие автоинструкторы говорят, что это действенный метод. Если ты едешь со скоростью 60 км в час, то до следующего транспортного средства должно быть не менее 30 метров. Для того, чтобы у вас была возможность маневра. В Иркутске много нерегулируемых перекрестков. На многих нет разметки, нет знаков, как вы недавно только говорили. Как ориентироваться водителю в такой ситуации? Как проезжать эти перекрестки? В случае же, если вы едете по перекрестку, который не оборудован знаками приоритета, и там нет разметки, то преимущество на этом перекрестке имеет водитель, который едет справа от вас. Светлана Дмитриевна, круговое движение является одним из самых сложных маневров на дороге. А мы узнали, как правильно проезжать кольцо. Давайте посмотрим. Круговое движение – одно из самых сложных маневров на дороге, требующих максимальной концентрации. Но далеко не все водители знают, как правильно проезжать круг. Итак, в соответствии с пунктом 85 ПДД, въезд на круговой перекресток возможен с любой полосы дороги. При въезде на кольцо с двумя или тремя полосами для движения нужно занять подходящую. А какую – зависит от того, где водитель собирается съехать с кольца. Если это ближайший съезд, то можно продолжать ехать по крайней правой. Если вы планируете проехать большую часть кольца, занимайте внутренние ряды. При перестроении внутри кругового движения необходимо пропускать автомобили, которые не меняют своей траектории. Если въехать на кольцо можно с любой полосы, то, чтобы его покинуть, необходимо занять крайний правый ряд и перестроиться на него заранее. Не забывайте и про сигналы поворота, чтобы уведомить всех участников дорожного движения о своих намерениях. Осуществляем мы выезд с проспекта Машлова-Жукова на Байкальское кольцо. Едем и непосредственно перестраиваемся на крайнюю правую полосу с включенным указателем поворотника, убедившись, что у нас нет других транспортных средств, мы не создаем никому помеху. Также включаем сигнал поворота, пропускаем транспорт, который движется по кольце, потому что у них имеется преимущество с включенным поворотником непосредственно через крайнюю правую полосу, с включенным поворотником опять же осуществляем движение по кольцу. Внутри кольца с включенным поворотником опять же перестраиваемся и двигаемся по своей полосе. То же самое при заезде на улицу Байкальского, к примеру, с кольца перестраиваемся на крайнюю правую полосу и выезжаем на улицу Байкальскую по правой полосе. С 1 марта этого года при проезде кольца вступили в силу поправки. Теперь при наличии знака «главная дорога» перед въездом на круговое движение приоритет имеют автомобили, въезжающие на круг. В остальных случаях приоритет имеют автомобили, находящиеся на круговом движении. Проще говоря, если перекресток равнозначный, то дорогу уступает въезжающий. Если неравнозначный, то преимущество определяется знаками приоритета. За один час наблюдений за Байкальским кольцом мы стали свидетелями нарушений съезда с него не менее 50 раз. Каждый третий не знает правил кругового движения. Кстати, за езду по кругу не по правилам с нарушителей могут взыскать штраф. Размер его будет зависеть от того, какое именно предписание ПДД проигнорировал водитель. А если водитель неправильно размещает свое транспортное средство на дороге, какие наказания ему грозят? Как вообще вы выявляете таких нарушителей? К сожалению, чаще всего люди узнают о том, что они нарушили правила дорожного движения, именно данные, когда попадают в дорожно-транспортные происшествия. Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено наказание. Это часть первой статьи 12.15. Она предусматривает наказание в виде штрафа полторы тысячи рублей. Это тогда, когда не соблюдена дистанция, не соблюден боковой интервал. Из-за этого происходит дорожно-транспортное происшествие. В обычной езде, может быть, не всем водителям это понятно, где-то они перестраивались, где-то поехали по дороге, которая была не предназначена для поворота налево или разворота. В обычной езде в городской сотрудникам госавтоинспекции сложно выявить подобные нарушения. Но это тоже иногда видно при обеспечении безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции могут это выявить, показать, зафиксировать, например. Но чаще, как я уже сказала, это, конечно, происходит уже в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому наш совет гражданам еще раз повторить правила дорожного движения. Это большие такие блоки, где не только знаки, где очень много информации о том, как действительно должно располагаться транспортное средство на проезжей части. И если бы не было правил дорожного движения, то было бы сложно предположить, каким образом сейчас поедет то или иное транспортное средство. Мы не можем предполагать, как другой водитель себя поведет. Но если в этой ситуации все будут соблюдать ПДД, его маневры будут тебе ясны, понятны. И таким образом вы избежите дорожно-транспортных происшествий. Вы смотрели «Регион 38. Безопасное движение», проект телекомпании «Аист» и Главного управления МВД России по Иркутской области. Мы расскажем, что происходит на дорогах региона. Смотрите нас каждую неделю и отправляйте свои темы для обсуждений в комментариях под этой программой в наших социальных сетях. Субтитры записал DimaTorzok Продолжение следует...